Ариару, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Kerbal Space Program. У нас есть теперь 7000 науки, мы можем по идее изучить блок удаленного управления улучшенный. И нам он понадобится для того, чтобы сейчас попытаться создать ракету с возвращающейся ступенью. Пожалуй, я сейчас займусь тем, что вернусь с орбиты наших кербалят. Как у нас много мест появилось на моне. По-хорошему сюда можно запустить какую-нибудь, не ракету, а подобие самолета, которое способно было бы на монотопливе как-то летать. Пока займемся тем, что будем сажать наших кербанатов. Убираем антенны, хотя бы одну. Достаем солнечную панель, включаем двигатель и газуем на пол. Продолжение следует... возвращаем наш космический аппарат вместе с двумя учеными которые пробовали на орбите муны несколько лет возвращение кирби нас орбиты иммунные 67 науки неплохо к спутнике не хочу спасение с кирби на это скучно следовать минус забавно у нас есть хорошее задание чтобы испытать то есть человечка на можно кирбината спасти из поверхности неплохое задание чтобы сейчас построить да я сейчас пожалуй буду строить возвращающуюся ракету пока у меня получилось вот примерно такая ракета насчет эффективности я не знаю сейчас будет это и смотреть удалить обтекатель что у нас на себя представляет то есть есть тут пять движков именуемых как вектор 2 то есть точнее три больших движка три больших топливных бака и один еще маленький для того что на него закрепились остальные части виде маневровых двигателей лендингеров тут я нашел гер один именно большой электрический ступень но и мозги непосредственно здесь у нас стоит маневровый двигатель пудель как ни странно ну и два топливных бака один средний другой поменьше и также ступени посадочные платформы выводить на орбиту я буду ничего но можно попробовать вывести какой-нибудь спутник связи хотя а мы же точно мы же хотели я попробую сейчас создать какой-нибудь самолете и попробуйте посадить его именно как самолет я уверен что это нормальный самолет и на не уверен что он вообще полетит того что как-то странно его воспринимает кирбол спейсбортом открываю закрылки включаю основные двигатели начинаю прогрев основных систем в принципе меня полет устраивает полностью даже учитывая то что у нас еще тут полный баг и мы летим всего на одном маленьком адаптере сейчас посмотрим по приземлению как он будет ругаться ну я понял какие недочеты есть в нашем самолетике еще сейчас я хочу то есть его вывести на орбиту как-то так очень пиздец странный выглядит ну ладно я постараюсь я сомневаюсь на самом деле что это конструкция которая сейчас собралась может долететь куда-либо кроме как нахуй так основываясь на результатах пробного полета понял что все идет опять как всегда по пизде ну ладно так будем что-то придумывать будем что-то менять теперь да я думаю должна нормально так тебя понесло то опять нет 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 ты не упадешь тихо 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 ты можешь достанешь уже нет уже пора ладно похуй ладно давай подождем я просто маневр уже маневр давай ну стартую ну ты ёбаный в рот просто надо было покричать эти у меня такое устраивает теперь мы приключаемся на наш зонд на ту часть ракеты которая должна быть зондом и теперь мы должны по идее и и посадить слишком большая скорость вхождения возможен срыв парашютов парашютов парашюты не могут быть раскрыты из-за большой скорости отсутствие возможности торможения за счет двигателей в связи с отсутствием топлива вероятность разбиться сто процентов центра слежения слишком большая скорость была вхожение в атмосферу поэтому так получилось так у нас еще 400 дельта бэйта за глаза хватает чтобы сблить и выполнить сближение данным кораблем тихо 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 ты блять ты чё творишь почему ты такой тупой пожалуйста ответь не сбой систем вызван вашей криворукостью в итоге моя миссия по спасению пошла как всегда по одному месту что впрочем не удивительно сначала ракета просто решила перевернуться что привело к большой потери топлива потом искусственный интеллект решил еще покосящись и в принципе перестал адекватно выполнять команды но то что мы все делали зря тоже сказать нельзя хоть там и не хватило топлива чтобы спасти кирбаленка мы можем выполнить пробную посадку данного летательного аппарата на поверхность кирвина методом планирования что в принципе и было нашей первоначальной целью ты понял что она что-то взорвалась это очень плохо внимание повреждение одного из воздушных тормозов слишком резкий вход в атмосферу рекомендуем маневр замедления выполняю экстренный сброс массы за счет торможения монотопливом выравниваю летательный аппарат по направлению движения выполняю аварийный протокол торможения в двери путем задирания носа тем самым увеличивая площадь сопротивления воздуха пробный запуск реактивных двигателей неудача реактивные двигатели отключены в связи с отсутствием воздуха включаю турборежим двигатели включены включаю автопилот на базу кирвина режим экономии топлива выключен теперь наша самая сложная задача настала погасить 400 дельта в экстренное торможение включен протокол аварийной посадки на чербин переключен протокол неудача но внутри дельта в адаптах неудача неудача но неудача чехи Наш пилотик с этим справился на ура. Ну, ребят, что мы выяснили? То, что такой вид самолета имеет место быть. Только вместо этих движков нужно поставить нормальные движки, которые способны работать в атмосфере. Ну, в общем, мы многое выяснили. Да, опыт был немножко неудачный. Хотя бы потому, что мы проебали весь аппарат. У нас остался только самолет. Но на самом деле опыт это был большой. Во-первых, если мы хотим такого типа самолет запускать дальше, мы должны избавиться от этих движков, добавить сюда окислитель и лететь уже на нем. А посадку свершили, то есть мы, как мы могли видеть, посадку мы могли совершить и без двигателей. Двигатели я использую только для того, чтобы добавить нам дельта В, изменить нему немножко и направить его в сторону аэродрома. Но на самом деле, если мы приземлимся не у аэродрома, то ничего страшного в этом не произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok